В прекрасном городе Маракеш жила была ткачиха по имени Мариам из древнего берберского племени. Все в этом роду создавали ковры, но изделия Мариам были особенными. Прежде важно сказать, что эта красивая сорокалетняя женщина жила одна и в народе звалась Старой Девой. Так оно и было. Дело в том, что Мариам была тайно влюблена в женатого мужчину. Так всю жизнь не промаялась, никого не подпуская к себе. «Сердце у меня одно, одному и будет принадлежать». Женщина не кляла судьбу, не завидовала, не горевала. День ото дня все свободное время она посвящала ткачеству. И в это дело вкладывала все силы, всю свою женскую энергию, щедро выплескивала нерастраченную любовь. И обязательно, по традиции племени, опаливала огнем края, чтобы защитить изделия от злых духов. О коврах Мариам знали повсюду. К ней приезжали пары, утратившие былой огонь. Они считали, что только чудо способно вернуть прежние чувства. Ходили слухи, что во время работы ткачиха заговаривает ковер на удачу и любовь. Но чтобы заклинание подействовало, нужно было выполнить одно условие. В первую же ночь, как постелите дома ковер, займитесь на нем любовью, сообщила она покупателям, которые надеялись спасти свой брак. Прямо на ковре? Но это же неудобно, запротестовал супруг. И к тому же неприлично, наигранно взбунтовалась его супруга. Такое условие. Сделайте это. Смакуйте момент. Насладитесь друг другом. Не торопитесь. Не бойтесь своих желаний. Будьте ласковы, как никогда. Будьте откровенны. И вы увидите, произойдет чудо. На счету Мариам десятки спасенных браков. Один скептик спросил, что такого в этих коврах. И она ответила, ковер – это всего лишь повод лишний раз заняться любовью. Вот такое вот марокканское волшебство.